С половины 12 вечера 1 февраля, момента прибытия святыни в Севастополь, Свято-Владимирский собор в Херсонесе без перерыва был открыт для всех желающих молитвенно поклониться честным дарам. К обеду очередь растянулась на несколько километров. Я всем своим прихожанам сегодня говорю, чтобы они прежде всего молились о мире. О мире в своей семье, о мире прежде всего в своем сердце, о мире в своем городе и в своей стране. Чтобы люди православные услышали друг друга, чтобы они услышали, не прислушивались друг к другу, а услышали друг друга. И чтобы по заповеди любви они возлюбили Бога и возлюбили ближнего своего, как самого себя. И тогда действительно в нашем государстве наступит мир. И тогда действительно в нашем государстве наступит благоденствие. И вот эти тысячи севастопольцев, которые прислились сегодня к дарам волхвов, это молитвенный ответ на вызов современности. Это молитвенный ответ на вызов, который сегодня прозвучал в нашем государстве. Севастопольцы молятся о единстве нашего государства. Севастопольцы молятся о мире в нашем государстве и о любви в нашем государстве. В день пребывания святыни в Севастополе за божественной литургией, служение которой возглавил благочинный Севастопольского округа протерии Сергий Халюта, молились представители греческой делегации и оргкомитета доставки даров, а также архиепископ Тульчинский Братславский Иоанна Фан. Вот эти дары любви всем нам напоминают, что и мы должны иметь такие же дары. Любви ко Христу и любви друг к другу. Ведь Господь сказал, что надо любить Бога и надо любить ближнего своего. Это двоединая заповедь. И подходя к святым дарам, конечно же, мы все просим Господа смиловаться над нашей землей, смиловаться над всеми людьми, всеми гражданами и чтобы в наши сердца, в наши души поселилась любовь, без которой не будет совершенства, не будет спасения, не будет процветания нашей родной и любимой Украины. Да будет так, по воле Господа, которой есть любовь. По окончании ранней божественной литургии из верхнего храма собора святыня была перенесена в нижний. В него легко попасть людям на инвалидных колясках, да и пожилым не приходится подниматься по лестнице. Беременные женщины и дети проходили к святыне в отдельной очереди. Охрану правопорядка обеспечивали 100 сотрудников управления МВД Украины в городе Севастополе. Волонтерскую помощь оказали Севастопольское казачество, спортсмены Федерации самбо и дзюдо города Севастополя и байкеры Севастопольского отделения международного мотоклуба «Ночные волки». Городское управление МЧС совместно с Военно-морскими силами Украины организовали палатки для обогрева с раздачей горячего чая. Без перерыва на территории несли службу и 15 сотрудников МЧС. К обеду приложиться к дарам смогли около 60 тысяч православных севастопольцев и паломников из других городов. Ну, мы приехали до друзей, как раз дары волхов уже с Киева переехали в Симферополь, не успели, приехали сюда. Это душевная радость, как ее можно излить. Это радость помолиться за себя, за детей, за семью, за все. Была получше в Украине, в той стране, где мы живем. Что я могу сказать? Все быстро, конечно, прошло, но прям слезы на глазах появляются. Ну, жалко, детки у нас приболели, да, мы не смогли их с собой взять. Но вот приложили иконочки, свечки, принесем домой. Вот, мы счастливы, что у нас такой шанс, что Боженька с нами. Такое удовольствие получилось, такая радость. Большое спасибо тем, кто это организовал. О чем просила, знаете, это просто было мгновение какое-то. Просто счастье вот захлестнуло, просто попросила Господа Бога просто, не знаю, спасение душевное. А все остальное, это, знаете, все это так, в жизни оно все приложится. Первая эмоция – это то количество народу, которое сюда пришло поклониться. То есть это трогает душу очень сильно. То есть верится, вот после этого верится, что Господь все-таки смилостивится. Очень хочется, чтобы Господь услышал наш молитв. Вот это очень сильно трогает. Ну и второе – это свое собственное присутствие, вот той частичке мирового, так, скажем, православного и вообще мирового достояния, что даже вот в голове немножко не помещается. На протяжении всего времени пребывания святыни в соборе Херсонес оглашал праздничный колокольный звон. А свою личную маленькую радость каждый желающий мог выразить на мини-звоннице ручной работы. За 15 часов пребывания святыни в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе приложиться к дарам волхвов успели около 100 тысяч человек, что составляет порядка трети населения города Севастополя. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского облагочения.